Всем привет, с вами Ювка. Сегодня хотел бы рассказать про мету оружия на Резона РП. Последнее обновление очень сильно повлияло на данную мету. Теперь появилась возможность покупать в АМА кастомное оружие, любое которое вы захотите. Вам всего лишь нужно найти владельца АМА, либо заместителя, и передать ему редкие материалы, попросив их закинуть на баланс. После чего вы сможете купить в любом АМА, ну где вы именно попросили владельца закинуть редкие материалы, вы сможете купить кастомное оружие, любое. Раньше оно доставалось очень сложно, теперь же это все было исправлено. Теперь вы можете покупать самое лучшее оружие в АМА, просто за деньги, отдав свои редкие материалы. Почему свои? Да потому что игроки скорее всего не будут ставить на продажу редкие материалы, потому что им лень. Так что учтите это. Итак, начнем. Давайте по порядку. Аксы. Что сейчас самое лучшее в аксовых мероприятиях? Так как появился новый бронежилет, а именно бронежилет генерала, который снижает на 25% урон от УЗИ, теперь ТК-9 стал лучшим самым оружием для ПВП на аксессуарах. Некоторые могут возразить и сказать, что есть для УЗИ обвесы. Но в то же время я могу ответить. Эти обвесы, они компенсируют тот недостаток урона, который как бы есть у ТК-9. То есть ТК-9 наносит больше урона, чем если у вас было бы УЗИ в обвесах. К чему я это все кланю? Теперь ТК-9 это лучшее оружие для ПВП на аксессуарах, потому что выносит больше урона, чем СУЗИ по игрокам в топовых сетах с бронежилетом генерала. Также в качестве ТК-9 читается следующее оружие, а именно Скорпионы, кастомное оружие, которое вы можете купить спокойно в АМО в любом. Также золотой АК-47, а также АК-47 в расцветке... Ой, там, короче, экзотическая такая расцветка, название я не помню. А вот, это оружие считается как ТК-9. Можно его экипировать и пострелять по мишени. Пишется урон как от ТК-9. И именно от этого оружия урон снижаться не будет. Поэтому вы можете это учесть и использовать данное кастомное оружие. Почему я имею ввиду именно вот это кастомное оружие? Это оружие, оно имеет большую скоростерильность, чем ТК-9. Однако у Скорпионов конкретно разброс выше. Если я зажму, вы можете это увидеть, что разброс огромный. Этот разброс выше, чем у ТК-9 и выше, чем у УЗИ. Из-за того, что у него большая скоростерильность. Поэтому так. Есть альтернатива, как я уже сказал. Это каваши золотые, а также каваши в камуфляже экзотическом. Но у них минус. У них мало патронов в обоиме, всего лишь 60. Если вы готовы мириться с маленьким боезапасом, то я рекомендую данное оружие, потому что у него точность выше гораздо. Итак, какие можно сделать выводы по топовым пушкам для ПВП теперь? Если вы готовы мириться с маленьким боезапасом, то каваши, пожалуйста. Это просто невероятная пушка. Огромнейшая точность. Вы просто в кучу все стреляете. Ну там, да, есть разброс, но он гораздо меньше, чем у стоковых УЗИ. И вы можете стрелять с большего расстояния. Вы можете разрывать дистанцию, чтобы наносить противнику дальше урон. И третье топовое самое оружие для ПВП теперь, это пулеметы. Потому что вы их теперь можете спокойно покупать. В чем прикол пулеметов? Есть два варианта. Это вот в такой расцветке граффити. А также в расцветке просто стандарт. Они ничем не отличаются, кроме как скином. Вот. Прикол этого оружия в том, что нет разброса почти. То есть, тут, конечно, уже не видно трассеры на таком расстоянии. В общем, ну, точность. Вы видите точность. А я-то я стою. А если я присяду, там все в точку. Вы можете разразить. Есть М4. Есть также для М4 приклад. Кстати говоря, багать приклад в некоторых северах нельзя. Типа это баг. На самом деле это правда баг. Но это задумывалось разработчиками. Но это не фиксят. Вот. А что касаемо пулемета. У него боезапас 120 патрон. Это без всяких улучшений. Без ничего. То есть, улучшений для него нет. Потом. У него огромная точность. И вы можете стоя. Вы можете в приседе просто стрелять в точку. Если хотите стоя стрелять в точку. Просто не зажимайте ЛКМ. А очередями стреляйте. То есть, чтобы у вас была меньше скорострельность. Но при этом у вас была выше точность. Я думаю, логика понятна. То есть, три топовых пушки. Теперь это скорпионы. Это каваши в две руки. И также пулеметы. Все. Это самое лучшее оружие для ПВП мероприятий на аксессуарах. Теперь поговорим про самое худшее оружие. Это нерв. Огромный для оружия снайперская винтовка. Тот же самый проезжает генерала. Дает минус 50% к урону от снайперской винтовки. Причем снайперская винтовка считается как обычный снайпер. Вот это вот то, что у меня в руках сейчас. Так и снайпер, который теперь можно приобрести в АМА. Так 50 называется. А так 50 он поломан. Его до сих пор не починили. И чинить в ближайшее время почему-то не собираются. Писалось большое количество баг-репортов. Просьб. Предложения по улучшению. Для исправления данного оружия. Месяцы идут. Оружие не исправляется. Теперь. Как вы можете отметить. Я наношу с крита 174 урона. Поделим 174 на 90%. Получаем 17 урона. И 17 урона мы еще на 50% делим. Получаем что-то около 8 урона. С выстрела с снайперской винтовки. А это при счете того, что у игрока. Есть регенерация здоровья на 2 хп раз в 5 секунд. От эффекта нимба. А также от чемодана. Регенерация на 2 хп раз в секунду. К тому же сверху добавляется автоматическое надевание бронежилета. Ультового и генеральского. То есть это еще сверху автохил. И вы получается просто не сможете убить по 8 урона игрока. Слишком мало дэмэджа. А я к всему этому кланю. То есть все. Снайперская винтовка больше не используется. Абсолютно. Забудьте про аксовые мероприятия. Не используйте вообще снайперскую винтовку на аксовых мероприятиях. Это трата времени. Трата денег. Теперь поговорим про мету на не аксовых мероприятиях. Учтите, что на некоторых северах могут быть запреты. На некоторых северах могут быть запрещены какие-либо виды оружия. Мое мнение какое по этому поводу. Это бред запрещать какое-либо конкретное оружие. Исключение это копты в гетто. Это возможно какие-то корабли. То есть старые устоявшиеся мероприятия. Которые уже долгое время существуют. И никак не изменяются. На них была сформирована определенная мета. Игрокам интересно именно эти мероприятия. Как они сейчас выглядят. Они новые. Но в то же время. Если разработчики обновят эти мероприятия. Так чтобы они были новыми. Они были свежими. А там что-то было изменено. И можно было бы по-новому на них играть. То я считаю что все оружие должно быть разрешено. Так задумали разработчики. Оружие было добавлено разработчиками. Игроки должны использовать это оружие. Это мое мнение. Касаемо нон-аксовых мероприятий. Какое оружие самое лучшее? Начнем по порядку. Самое лучшее оружие это сайга. Если нет сайги. То это обрезы. То есть это оружие взаимозаменяемое. Какие есть плюсы у того и другого оружия? Во-первых для обрезов вам необходима обойма. Если у вас нет дорогущей обоймы. Вот этой вот. За просто сколько там? Ну что-то около миллиарда стоит обоймы на обрезы. Так вот. Если у вас нет обоймы на обрезы. Сайга. Она продается в том же Амма. Это кастомное оружие. Берете сайгу. И идете вперед в бой. Это лучшее оружие для мероприятий. Сайги идут обрезы. Если у вас есть на них обоймы. Если есть обойма. Берите обрезы. Это для вас лучший вариант. И лучше на него пока что ничего нет. После этих двух пушек идет снайперская винтовка. Не так 50, так 50 соман. А обычная снайперская винтовка в моих руках. Почему она? У нее на всю зону стрима есть возможность стрелять. То есть вы стреляете на любую дистанцию, когда вы видите игрока. Это плюс. Второй плюс. Огромный урон. Да. Она стреляет и наносит огромный урон. Что тоже является ее огромным преимуществом. А что касаемо сайги. Я не продемонстрировал. Дайте возьму. Это получается спас 12. Только у этого спаса 12. В обойме в два раза больше патрон, чем у дефолтного. Плюс. Вы можете купить его. В отличие от обычного спаса 12. Который просто срезонный был когда-то удален. И в данный момент его получить как нельзя. Поэтому сайга 12. Это ваш выбор. И уже спускаясь ниже. Идет два оружия. Во-первых. Это золотой длинный дигл. Это оружие очень много где запрещено именно на Скодели. Не знаю как на других серверах. Почему так? Во-первых. Это дигл. Который имеет большую скорострельность. Какие у него минусы? Исходя из большой скорострельности. У него огромный разброс. Так что стреляться на таком разбросе. Можно только впритык. Исключение. Если вы будете кд выдерживать. Выдерживаете кд. Вы стреляете быстрее, чем с обычного дигла. Да. Это преимущество. Согласен. Так что золотой дигл. Идет сразу же после снайперской винтовки. Учтите это. И самое последнее. Вдруг если у вас запрещен золотой дигл. Запрещена сайга. Стайпа запрещена. Запрещены обрезы. То у вас еще один остался выбор. Это револьвер. Как ни странно. Револьвер под названием. Польт Пайтон Сильвер. Это хорошее оружие. Да. Оказывается. Все это время. Существовал хороший револьвер. Который является лучшим оружием. Чем тот же обычный самый дигл. Почему так? А все потому что у него нет разброса. Буквально. Смотрите. Нет разброса. Нет разброса. Нет разброса. У него нет разброса. Нет. Вообще. Разброса. Вы можете по КД отправлять пули противника без разброса. Вообще. Полностью. Ноль разброса. Если у вас запрещены другие пушки. Присмотритесь к этому кольту. У которого полностью отсутствует разброс. Про другое оружие я не вижу смысла говорить в этом видео. Потому что оно хуже чем то что я продемонстрировал сейчас. Надеюсь данное видео было полезно. Не забудьте подписываться. Если вы хотите играть со мной. Это сервер Скоттейл. В описании имеется никнейм для регистрации и промокод. Завод промокода я перевожу 2 миллиона на банк. Напишите мне вконтакте или в телеграме свой никнейм. Когда вы достигнете 6 уровня и введете промокод. Спасибо за просмотр. До встречи.